В Ленских авторемонтных мастерских чего только не найдешь. Например, здесь есть выставочный стенд. Правда, здесь не редкие экспонаты, а резино-технические изделия. Например, крыльчатка, сальник, манжет гидроцилиндра. И вот есть пыльник на буровую установку. Уникальность этого стенда в том, что все эти изделия сотрудники Ленских Арм делают вручную. Чтобы получить идеальную деталь, вулканизаторщики готовят резину под пресс-формы, которую изготавливают здесь же в Ленских авторемонтных мастерских «Алмаз-Дор-Транса». Материал пропускают через экструдер, червячный станок. Дальше дело за малым. Мы сейчас изготавливаем подушки КПП на МГОК. Я сейчас залаживаю заготовку, ну, как сказать, сырую резину в данный момент. И все, и получается, это все идет под горячий пресс. Под температурой в данный момент 150 градусов. Работа с резинотехническими изделиями не пыльная, но творческая, говорит вулканизаторщик Альберт Иннокентьев. В день специалист делает до 30 деталей. Чтобы все были без изъянов, нужен глаз-алмаз. Строго соблюдать дозировку, объем резины и правила установки параметров на станках. А одно неверное движение рук отправит всю работу в корзину. Есть, ну, довольно-таки сложные детали, которые довольно непросто изготовить. И большие детали. Ну, когда получается очень хорошо, на душе хорошо и довольны. В чем сложность именно? В том сложность то, что пресс-формы бывают, как вам объяснить, с много деталями. Ну, то бишь, он разбирается на много частей, и когда залаживаешь, его очень сложно подогнать ровно-ровно и резину, допустим, подобрать. Сегодня в резинотехническом цехе производят 2500 видов изделий для оборудования и транспорта подразделений Алроса и сторонних заказчиков. Больше всего деталей заказывают на Удачинский и Миринско-Нюрбинский ГОК – для драк в промывочный сезон. Собственное производство – это не только качество, но и выгода. Для сохранения баланса и всего ремонта резинотехника очень важна в нашем производстве. А есть моменты, когда… Ну, то есть, мы же не просто там взяли её и изготовили, есть сырьё. То есть, мы сырьё заказываем, да, откуда-то с материка. Но, тем не менее, оно нам обходится дешевле, чем закупить готовую деталь. За последние два года спрос на изделия в Ленских Арум вырос в четыре раза. Увеличить мощности и не останавливать производство специалистам поможет оборудование. По программе техперевооружения в цех закупили три пресса.